Добрый день! На телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Достопримечательности Западной Армении. При поддержке российских миротворцев Мартакерская больница возобновила прием пациентов. В аппарате президента Арцаха открылась горячая линия. Нидерланды считают всех содержащихся в Азербайджане армян военнопленными, сообщает посол. Кому служат турецкий неоосманизм и неопантюркизм? Папа Римский посетил армянские и сирийские церкви в Ираке. На сервисе Amazon вышел фильм «Женщины 1915 года» о геноциде против армян. Ереванский музей истории. В Муше Западной Армении, где зимы суровы, по мере потепления начинают цвести подснежники, вестники весны. Цветущие подснежники, выкрасившие долину Муша в белый цвет стали центром внимания местных жителей и фотографов. В прошлом году 120 тысяч человек посетили еще одну достопримечательность Западной Армении – провинцию Парнабаш в Кастамону, известной своими ущельями, пещерами и водопадами. Вышеупомянутой провинцией Парнабаш находится каньон Валла, который называют вторым по глубине ущельем в мире. Каньон Хорма с деревянной платформой протяженностью 3 километра от одного конца до другого. Водопад Элия, известный в регионе как природное чудо. И четвертое по величине пещера – Илгарини. Несмотря на эпидемию коронавируса, эта местность с ее прекрасной природой привлекает множество посетителей. Саперы российского миротворческого контингента продолжают поиск взрывоопасных предметов в социально значимых объектах, инфраструктуре и частных домах в Арцахе. Как сообщает Армен Пресс, информация была опубликована Министерством обороны России. В настоящее время при поддержке российских миротворцев больница в Мартакерте начала принимать пациентов. Также в школах был восстановлен учебный процесс. В аппарате президента Республики Арцах открыта горячая линия быстрого реагирования с коротким телефонным номером 119, чтобы сделать общение с гостями и гостями в Арцахе более эффективным и более эффективно реагировать на их вопросы, предложения, требования и жалобы. На горячую линию на армянском, русском и английском языках можно звонить с различными вопросами, предложениями и жалобами, связанными с государственными программами, деятельностью и бездействием органов и должностных лиц, в ответ на которые обученный персонал президента Арцахской Республики будет предоставлять информацию и советы по быстрому реагированию. На горячую линию можно позвонить из Арцаха по короткому номеру 119, из Республики Армения и из-за границы по телефону плюс 374 47 119 119. Режим работы с понедельника по пятницу с 9 до 6 вечера. Нидерланды считают всех заключенных в Азербайджане армян военнопленными. Об этом в беседе с Армен Пресс заявил посол Нидерландов в Армении Нико Скермерс. Все задержанные в Азербайджане армяне признаются Нидерландами военнопленными. Нидерланды играют очень небольшую роль в урегулировании Арцахского конфликта. «Мы концентрируем наши усилия через Брюссель или Минскую группу ОБСЕ», сказал Скермерс. Посол Нидерландов в Армении выразил надежду, что долговременное решение Арцахского конфликта будет найдено. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается выполнять обязательства по возвращению армянских военнопленных, взятых после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Он заявляет, что Азербайджан передал Армении всех пленных, а у них только преступники. Импортные для Турции идеологии нео-османизма и неопантюркизма расшатывают ее. Может случиться так, что в роли лидера общетюркского пространства станет выступать уже не Анкара. Возможно, именно сейчас актуально стали звучать слова идеолога светской Турции, национального государства в анатолийских границах, Кемали Атятюрка. «Мы должны сейчас оступить, чтобы сохранить Турцию для будущего возрождения и наступления». В заявлении Станислава Тарасова от 9 марта 2021 года активное участие Турции в победоносной для Азербайджана Карабахской войне резко повысило интерес экспертов и публицистов к внешнеполистическим доктринам Анкары, которые они обозначают двумя терминами – нео-османизм и неопантюркизм. Их часто выставляют в один информационный ряд через запятую по понятным причинам. Сторонники каждой из двух идеологий стремятся к одному и тому же – созданию Великой Турции. А некоторые утверждают, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган на практике реализует политику синтеза этих двух направлений. Его войны в Ираке, в Сирии и в Ливии попытки разжечь военный конфликт с Грецией подаются как проявление нео-османизма, то есть восстановление влияния Анкары в границах бывшей Османской империи. Кипрская военная операция 1974 года, как и участие в недавней Арцахской войне, квалифицируется как результат успешного использования доктрины неопантюркизма. Взор Анкары направлен и в сторону Ирана, на территории которого проживают около 20 миллионов этнических азербайджанцев. Глава Римско-католической церкви Папа Франциск перед визитом в Моссул посетила армянские и сирийские церкви в Ираке. Об этом на своей странице в Твиттер сообщила корреспондент Ватикана Инесс Сан-Мартини. Папа лично посетила армянские и сирийские церкви, написала Мартини, разместив с фотографией с Папой. Напомним, визит Папы Франциска в Ирак начался 5 марта. Он был первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ближневосточную страну. Вчера, 8 марта, папский визит в Ирак завершился. Компания Army Noid Production объявила о том, что ее неоднократно номинированный на различные награды художественный фильм 2016 года «Женщины 1915 года» был выпущен на Amazon Video 8 марта в Международный женский день. Об этом сообщает Zartong Media через портал panorama.m. Отмечается, что документальный фильм показывает, что именно женщины испытали самые ужасные пытки во время геноцида против армян. Фильм показывает именно их истории. Одна из женщин, описанных в нашем фильме Виктория Артинян, умершая в 1922 году. Спасаясь от геноцида против армян и большого пожара в Смирне, она эмигрировала в Соединенные Штаты. Из пепла смерти и разрухи на своей родине ей удалось пережить все психологически тяжелые события. Она смогла вырастить и воспитать усыновленного парня по имени Стив Джобс, который буквально изменил мир, заявил 4-кратный лауреат премии ЭМИ, режиссер-документалист Парет Маронян. Кроме того, фильм «Женщины» 1915 года объединяет исторические факты и эмоции, чтобы почтить память храбрых американо-европейских женщин, в том числе Диану Абгар и датского миссионера Марию Якобсен. На телевидении Западной Армении Анжела Тириан, заведующая отделом древней средневековой истории Ереванского исторического музея, представила историю Еревана в средние века и происхождение названия Ереван, культурные традиции, ритуалы раннесредневекового города, архитектуру и другие факты. Она сослалась на раскопки, проводившиеся в разное время, и находки, обнаруженные в разных районах Еревана. Она продемонстрировала хранящиеся в музее археологические предметы, которые доказывают, что Ереван – один из древнейших городов мира. Далее для вас Арцахский хор варараракан – Ходало Джан. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телевидения Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.